Вильтищевские пятницы. Цикл еженедельных клинических разборов от ведущих экспертов страны по педиатрии и смежным специальностям. Совместно с НИКИ педиатрией и детской хирургии имени академика Юрия Евгеньевича Вильтищева. Начинаем сегодняшнюю нашу демонстрацию. И у нас сегодня отдел Аристи Панны Балевой совместно, как я понимаю, с цитомолекунистом генетиками докладывает о случае, который будет чрезвычайно интересен, поскольку и диагностический процесс, и ведение пациента, и последующие осложнения, которые связаны с текущей ситуацией. Я так понимаю, Лариса Степановна. Я предоставляю слово для ведения Ларисе Степановне Балевой. Уважаемые коллеги, доброе утро. Мы сегодня вам представляем ребенка с синдромом Луи-Бар. Роль радиационного фактора в патогенезе и течении заболевания. У нас докладчик сегодня, ведущий научный сотрудник, кандидат медицинских наук, Сафонова Марина Петровна из отдела радиационной экопатологии детского возраста. Пожалуйста, Марина Петровна. Доброе утро, глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги. Представляем вашему вниманию клиническое наблюдение пациента с генетическим заболеванием. Ребенок 2003 года рождения. С рождения проживает в зоне отселения. Это регион с уровнем загрязнения почвы по цезию 137, равному 1665 килобекерелей на квадратный метр. Родители ребенка с рождения также проживают на данной территории. Матери ребенка на момент аварии на Чернобыльской АЭС 2 года. Поглощенная доза на щитовидную железу составила 200 сантигрей, что соответствует умеренной дозе. Отец ребенка получил низкую дозу 24 сантигрея. На момент аварии ему было 5 лет. Родословная семья по неврологической, онкологической патологии не отягощена. Часто тяжело болеющих родственников в семье наблюдаемого пациента выявлено не было. В кровном родстве родители не состоят. Отмечена отягощенность по эндокринной патологии. У отца и матери диагностирован узловой зоб. Мальчик родился от первой беременности, протекавший на фоне легкой анемии. Бронхиальной астмы, контролируя течение у матери. И эутериоидного узлового зоба. Родился от срочных родов с достаточно высокими антропометрическими показателями. Масса тела при рождении 4,200. Длина тела 54 сантиметра. Оценка по шкале Абгар была достаточно высокой, 8-10 баллов. В периоде адаптации ребенок с рождения наблюдался неврологом по поводу ишемического поражения центральной нервной системы, гипертензионно-гидроцефального синдрома. В раннем психомоторном развитии от сверстников не отставал. Надо отметить, что ребенок вакцинирован в соответствии с календарем, национальным календарем прививок и поствакцинальных каких-то осложнений выявлено не было. Первые симптомы заболевания были замечены родителями в возрасте полутора лет. У ребенка появилось пошатывание при ходьбе, отмечалась некоторая замедленность движений, частые падения. В связи с нарастающей симптоматикой в возрасте двух лет было проведено МРТ-исследование в институте Бурденко. Структурной патологии не выявлено, мозжечковая атаксия была исключена. В три года к нарастающим проявлениям атаксии присоединился инфекционный синдром в виде частых простудных заболеваний. Надо сказать, что ребенок весь этот период наблюдался по месту жительства с диагнозом ДЦП-атоксическая форма, получал регулярные курсы восстановительного лечения в виде ЛФК, массажа, курсов нейрометаболических сосудистых препаратов. И впервые поступил в институт педиатрии в возрасте семи лет. Основную жалобу мать предъявляла по поводу повторных обструктивных бронхитов с частотой один или несколько эпизодов в месяц. Инфекционный синдром представлен рецидивирующими бактериальными инфекциями в виде повторных риносинуситов, перенесенной пневмонии, атиты, пиодермия, лимфоденит. И отмечалась повышенная чувствительность к солнечным лучам в виде распространенного фотодерматита. Мама описывала визикулезные высыпания, сопровождающиеся зудом. При осмотре состояние ребенка оценивалось как средне-тяжелое, физическое развитие гармоничное, мезосоматотип, обращал на себя внимание синдром атаксии. И кроме того, на коже правого бедра и предплечья отмечались пятна цвета кофе с молоком. При общепринятой лабораторной диагностике в клиническом анализе крови лейка лимфопения не была выявлена. Формула соответствовала возрастным значениям. По данным биохимического анализа крови показатели в пределах нормы, в том числе показатели белкового, углеводного, минерального обменов. С целью исключения митохондриальной дисфункции как причины нейродегенеративного заболевания было определено соотношение молочной и первовиноградной кислот. Оно оказалось в норме. И также были исключены наследственные болезни и обмены веществ методом тандемной масс-спектрометрии, указавшей на нормальный уровень аминокислот и отсыл корнитинов крови. Учитывая отягощенность ребенка по эндокринопатиям, было проведено исследование гормонов щитовидной железы, диагностирован эутириоз. При иммунологической диагностике у ребенка с рецидивирующими обструктивными бронхитами была выявлена выраженная дисиммуноглобулина МИА за счет отсутствия иммуноглобулина А и ГИИ и снижение уровня иммуноглобулина М отмечалось. Далее проводилась инструментальная диагностика. По данным рентгенографии отмечались признаки обструктивного бронхита, повышение легочной прозрачности, усиление легочного рисунка, уплотнение бронхов. При исследовании функции внешнего дыхания отмечалось умеренное снижение жизненной емкости легких и нарушение вентиляции легкой степени. При электрокардиографии зарегистрирована синусовая тахикардия и по данным эхокардиографии и УЗИ щитовидной железы патологии выявлено не было. При проведении ультразвуковой диагностики органов брюшной полости и почек были выявлены признаки висцеральной лимфоаденопатии, незначительной спленной мегалии, единичных кальцинатов селезенки, что, вероятно, свидетельствовало о ранее перенесенных инфекционных заболеваниях у этого ребенка. Также диагностированы косвенные признаки дисфункции билярного тракта на фоне аномалии формы желчного пузыря. Ребенку с подозрением на нейродегенеративные заболевания, безусловно, проводилась электроэнцефалограмма, эпиактивности не было зарегистрировано. По данным МРТ головного мозга отмечалась отрицательная динамика по сравнению с предыдущим исследованием, проведенным в 2005 году. Было зарегистрировано уменьшение объемов мозжечка и расширение борозд. Ребенок осмотрен следующими специалистами. Пульмонологам установлен диагноз бронхиальная астма средней степени тяжести, контролируемое течение. Аллергологам предположен диагноз первичного иммунодефицита. Автальмологическое обследование выявило непостоянное расходящееся косоглазие и амблиопию. По данным консультации невролога установлен диагноз спиноцереблярная токсия, дезортрия. Также ребенок осмотрен психологом и психологическое тестирование установило пограничный уровень интеллектуального развития, парциальную дефицитарность высших психических функций. Безусловно, ребенок был консультирован генетиком. Было рекомендовано проведение дифференциальной диагностики между нейродегенеративными заболеваниями и группой наследственных нарушений обмена веществ. Надо сказать, что дальнейшая диагностика у нашего пациента требовала мультидисциплинарного подхода, поэтому к диагностическому поиску были привлечены врачи-неврологи, генетики нашего института. Заболевание носило прогредиентный характер у ребенка. Мы видим, что в неврологическом статусе симптомы нарастали, усилились проявления атаксии, появилась окуломоторная апроксия, выраженная хориоатэтоидные гиперкинезы в дистальных отделах рук, отмечалась выраженная дезортрия в виде скандированной маломодулированной речи. Учитывая изменения в неврологическом статусе, в первую очередь требовалось исключение групп заболеваний, связанных с атаксией. У лаборатории нашего института цитогенетической было проведено кариотипирование, по результатам которых была выявлена выраженная нестабильность хромосом, мозаицизм, параберсоновская и рецепрокная транслокация. Подробнее об этом исследовании расскажет старший научный сотрудник отдела цитогенетики Куриная Оксана Сергеевна. Уважаемые президиумы, уважаемые коллеги, ребенку в нашей лаборатории было проведено цитогенетическое исследование, в результате которого был выявлен мозаицизм в виде сочетания транслокации между гомологичными хромосомами 14, показанным на слайде, и нормальным кариотипом, а также была обнаружена хромосомная нестабильность. На слайде представлена запись цитогенетического исследования и раскладка метафазной пластинки пациента с транслокацией между хромосомами 14. Важно отметить, что в данном случае мы наблюдали не распространенную роберсоновскую транслокацию между акроцентрическими хромосомами, которая встречается с определенной частотой, а рецепрокную транслокацию с потерей материала одной из хромосом 14. Хромосомная нестабильность, выявленная у представляемого сегодня пациента, является характерной особенностью синдрома Луибар или атаксии телеанхиектазии. Это заболевание является одним из ярчайших примеров синдрома хромосомной нестабильности. Данный синдром рассматривается исследователями в области биомедицины как модель поиска клеточных и молекулярных механизмов, онкологических болезней, нейродегенеративных заболеваний, иммунодефицита, бесплодия и преждевременного старения. Следует отметить, что перестройки с участием хромосом 7.14Х характерны для хромосомной нестабильности при данном заболевании. На слайде представлены работы нашей лаборатории, которую демонстрировал Иван Юрьевич в том числе на ученом совете, который был в среду, посвященные изучению синдрома Луибар или атаксии телеанхиектазии. Изучение этого синдрома позволило впервые продемонстрировать, что хромосомная нестабильность вызывает не только онкологические заболевания, но и нейродегенеративные. По сути, в ходе этой работы были обнаружены новые механизмы развития патологии центральной нервной системы. Необходимо отметить, что исследование этого заболевания рассматривается в качестве необходимого для понимания молекулярных и клеточных механизмов нейродегенерации. Важно также отметить, что в наших исследованиях, названия которых представлены на слайде, в свое время и в свое время эти исследования были поддержаны международными грантовыми агентствами, а результаты изучения атаксии телеанхиектазии были опубликованы в одних из самых ведущих журналов, посвященных генетике и нейробиологии болезней. Эти работы настолько потрясли научное сообщество, что результаты, которые были в них получены, были вынесены на обложки соответствующих журналов. Также важно отметить, что эта работа была одной из нескольких отечественных работ, финансово поддержанных иностранным обществом родителей пациентов, страдающих редким наследственным заболеванием. Спасибо за внимание. Вернуться на первый слайд и объяснить, поскольку у нас педиатры, и в том числе в регионах нас слушают, пожалуйста, объясните ситуацию с 14-й хромосомой более подробно. В данном случае есть наиболее часто наблюдается как раз роберционовская транслокация, которая описана часто в литературе, когда акроцентрические хромосомы соединяются через центромерный участок и при этом теряется максимум, это короткое плечо 14-й хромосомы, то есть очень небольшой участок. В данном случае мы наблюдаем то, что хромосомы соединились не с центромерным участком, то есть в данном случае наблюдается центромер только одной хромосомы 14, а у второй хромосомы потеряно короткое плечо, центромерный участок и участок длинного плеча, также имеющий определенное количество генов, то есть с этим тоже отчасти может быть связана клиника, наблюдаемая у пациентов. Кроме этого, мы не стали в этом докладе представлять, на самом деле, чтобы не перегружать его немного, но при изучении пациентов с атаксией телеангектазией или синромом Луибар как раз были отмечены перестройки, в которых были задействованы хромосомы 14, в том числе с задействованным этим участком, а также характерными оказались перестройки в хромосоме 7, то есть часто были транслокации между хромосомами 7 и 14, но это не наблюдалось у нашего пациента, но как пример синдрома Луибар в данном случае. И также была задействована хромосома Х, в которой также наблюдались перестройки. То есть вот в записи видно, что идет потеря участка и транслокация между вот этими гомологичными хромосомами. Будьте добры, поясните, пожалуйста, вот Александр так сказал, что у нас педиатры, у нас еще детские хирурги, которые еще проще. Поэтому, да, наверное, из уважения к нам, да. Но тем не менее, вот все-таки, поясните, пожалуйста, нам. Значит, у нас есть разные, и судя по докладу и на ученом совете, разные варианты хромосомной нестабильности. И в данной ситуации вот мы имеем эту хромосомную нестабильность в виде каких факторов? Смотрите, в данном случае у данного пациента мы наблюдали, во-первых, мозаицизм, что важно отметить, то есть у него были как часть клеток с нормальным кариотипом, и вторая часть клеток больше с аномальным кариотипом, вот с этой транслокацией, которая представлена на слайде. Но кроме этого, у него была еще отмечена дополнительная хромосомная нестабильность в виде разрывов хромосом и так далее. То есть это мы не выносили в кариотип, так как это были единичные клетки. Но при этом наличие этой хромосомной нестабильности при цитохинетическом анализе, оно является дополнительным доказательством, так скажем, наличие у пациента синдрома Луибар. То есть там связь с тем, что наличие хромосомной нестабильности является характерной особенностью синдрома. Спасибо. Вы предвосхитили мой второй вопрос, он как раз касался мозаицизма. И вот технологии исследования. Какой объем исследования должен быть достаточным для постановки диагноза? Вы смотрите лимфоциты или требуется ли здесь? У вас в одном из слайдов было написано, где немецкий грант в тканях мозга. Вы используете тканевые исследования клеток таких? В теории это возможно. Но, опять же, на примере этого пациента тут были только лимфоциты. И вот мозаицизм, он какой? Сколько было клеток, которые имели? Тут посмотрели 30 клеток, так как одна и та же транслокация была не в одной клетке, а в определенном количестве, ну довольно большом. И было 23 клетки с данной транслокацией и всего 7 клеток с нормальным креативом. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Надо сказать, что результаты цитогенетического исследования, они как бы косвенно подтверждали, они выявили нестабильность хромосом и наводили нас на мысль о синдроме Луибар. В дальнейшем проводилась также косвенная ДНК-диагностика семьи в лаборатории МГНЦ с использованием полиморфных маркеров косвенных, которые наиболее часто сцеплены с геном ATM, мутации в котором приводят к развитию синдрома Луибар. Здесь представлена электрофорограмма фрагментов ДНК, аллели хромосомного локуса. На основании этого же анализа проводилась дородовая диагностика в семье. В семье сейчас здоровая девочка 10 лет, у родного СИПСа, то есть она является гетерозиготным носителем. Нами к тому времени были получены дополнительные дифференциально-диагностические критерии синдрома Луибар. Концентрация альфа-фетопротеина в крови у пациента значительно была повышена. И при осмотре в возрасте уже практически 8,5 лет были впервые выявлены телеангиектазии в сосудах бульбарной конъюнктивы у ребенка, типичной для синдрома Луибар. Таким образом, на основании клиника анамнестических данных, особенности клинических проявлений, особенности изменения уровня иммуноглобулинов и альфа-фетопротеина, обнаруженной хромосомной нестабильности, данных ДНК-исследования с использованием полиморфных маркеров, подтвержден диагноз синдром Луибар, атаксия телеангиектазия, дизартрия вынесена в диагноз и первичный иммунодефицит. Надо отметить, что сразу после верификации диагноза в условиях иммунологического отделения начата терапия в режиме дозы насыщения пациенту. Да, он наблюдался в условиях РДКБ. Кроме того, наш пациент получал внутривенные иммуноглобулины в дозе 0,6 граммов на килограмм массы тела один раз в 3-4 недели. Было рекомендовано наблюдение с целым спектром специалистов ребенку с этим диагнозом. Проводилась посиндромная антимикробная терапия с ежемесячным контролем уровня иммуноглобулина в крови. И также были рекомендованы курсы сосудистой и нейрометаболической терапии, восстановительное лечение. Подчеркну, что проведение рентгеновских методов исследования у пациентов с Луибар проводится только по абсолютным показаниям ввиду хромосомной нестабильности. В катамнезе ребенок регулярно наблюдался в отделении клинической иммунологии. Он наблюдался также в отделении генетики нашего института. С 15-ти летнего возраста уже отмечено выраженное ухудшение состояния ребенка. Доза иммуноглобулина была увеличена уже до 15 граммов ежемесячно. Кроме того, ребенок постоянно получал антимикробную, противогрибковую терапию. Появились осложнения в виде гангренозной биодермии. Ребенок перенес бактериальный эндокардит. Нарастающая дистрофия отмечалась. Появились контрактуры суставов. Ребенок утратил способность самостоятельной ходьбы. В 2019 году присоединение новой коронавирусной инфекции оказалось фатальным для ребенка с таким диагнозом. И в возрасте 18 лет у ребенка летальный исход ввиду тяжелой двусторонней полисегментарной пневмонии на фоне ХОБЛ тяжелой степени. И причиной смерти послужил отек легких. Атаксия телеангиэктазии – это заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования. Характеризуется нарушением репарации ДНК, тяжелым иммунодефицитом комбинированным, мозжечковой дегенерацией, телеангиэктазиями различной локализации, предрасположенностью к онкологическим заболеваниям и повышенной радиочувствительностью. Это орфанное заболевание, ассоциированное с мутациями в гене ATM. Общепринято считать, что частота заболевания варьируется в зависимости от популяции. Она составляет 1 на 40 тысяч случаев. В то же время, согласно данных ряда авторов, встречается гораздо реже – 1 случай на 100-300 тысяч населения. В структуре заболевания отсутствуют расовые и этнические различия. Заболевание с одинаковой частотой поражает мальчиков и девочек. Первое описание этого синдрома составлено учеными Силаба и Хеннер еще в далеком 1926 году. Они описывали это заболевание как прогрессирующий семейный хориоатетоз. Позднее большой вклад в изучение синдрома привнесла французский невролог Дениза Луибар. Она лечила 9-летнего мальчика с прогрессирующей атаксией и кожными телеангиэктазиями. Впервые включила этот синдром в группу факоматозов. И в последующие уже десятилетия появились публикации американских неврологов Бодер и Седжвика, которые тоже описывали синдром на основании данных аутопсий. И надо сказать, что большинство авторов относит этот синдром, синонимом этого синдрома является синдром Бодера-Седжвика, потому как большой вклад был приведен именно этими исследователями. На основании данных аутопсий были описаны большое количество случаев атаксией телеангиэктазии. Кроме того, был описан третий наиболее частый и основной компонент этого синдрома – это рецидивирующие синопульмональные инфекции. Ген идентифицирован только в 1995 году советским. Ген ATM картирован на длинном плече 11-й хромосомы в участке Q22-23. Он входит в семейство генов, регулирующих репарацию ДНК. ATM-ген экспрессируется во многих тканях и органах. Лимфатические узлы, головной, спиной, мозг, кровь, сердце, печень, почки, легкие, щитовидные, слюны, железы. На сегодняшний день описано более 300 мутаций гена. Надо сказать, что частых мутаций и горячих точек нет, так как таргетную диагностику атакси и телеэнгоэктазии затрудняет большой размер гена. Он содержит 66 экзонов и в связи с чем, конечно, необходимо высоко оснащенная лаборатория для диагностики. Ген ATM кодирует одноименную протеин киназу, которая играет ключевую роль в ответе клетки, в ответ на двунетевые разрывы при воздействии генотоксических факторов. Белковый продукт данного гена относится к семейству фосфатидил и назитол киназ, важнейшие передатчики внутриклеточных сигналов, которые реализуют свои функции посредством фосфорилирования молекул мишеней. И основной функцией этого белка является контроль клеточного цикла при переходе из стадии G1 в стадию синтеза. Всем известно, что клеточный цикл имеет 4 фазы – стадия синтеза ДНК и метоза и 2 стадии перерыва G1 и G2. При заболевании Луи-Барр не происходит накопление П53 субклеточной субстанции. Она является основным хранителем генома, вследствие чего не происходят остановки пролиферации. Процесс апоптоза также ингибируется благодаря вот такому патогенезу, патогенетическому механизму. Нарушение системы репарации у человека является причиной преждевременного старения, неонкологических заболеваний, аутоиммунных заболеваний. Здесь приведены наследственные заболевания, связанные с нарушением репарации ДНК. Наряду с атаксией телеангиэктазии сюда входит и пигментная ксеродерма, синдром Блуна, кокейна, анемия фанкони и разновидности прогерии. При классическом фенотипе атаксия телеангиэктазия дебютирует в возрасте до 5 лет. Ведущими клиническими проявлениями является прогрессирующая статико-локомоторная атаксия, болезнь всегда начинается с нарушения походки, ребенок вынужден широко расставлять ноги, чтобы поддерживать равновесие тела, заметно сильное пошатывание при ходьбе, больному очень трудно совершать повороты, пациент идет неуверенно, иногда падает. Кроме того, рецидивирующие синопульмональные инфекции являются характерным клиническим проявлением этого синдрома, комбинированный иммунодефицит, повышенная склонность к онкологическим заболеваниям, повышенная радиосенситивность. Ряд авторов описывает проявление гипогнадизма у этих пациентов. По данным большинства исследований, наиболее частым проявлением является атаксия. Красным цветом мы выделили симптомы, которые имели место у нашего пациента. Можечковая атаксия. С прогрессированием заболевания появляются уже экстрапирамидные нарушения в виде миоклонуса, дистонии, хориатетоза, тремора, интенционного, который присутствовал у нашего пациента. Реже описывают паркинсоноподобные синдромы. Глазодвигательные нарушения – это достаточно высокий процент при этом заболевании. Они происходят в виде околомоторной апроксии, сакадических движений глаз, иногда нестагма. Также характерность сенсомоторная акциональная полиневропатия и реже выявляется пирамидный синдром. Экстраневральные проявления представлены телеангиэктазией. Как правило, она проявляется в возрасте от 3 до 6 лет. Первоначально возникает на бульбарной конъюнктиве и в последующем уже обнаруживаются телеангиэктазы на коже век, носа, лица, шее. Их можно найти на тыльной поверхности стоп и кистей, локтевых и коленных сгибах. Телеангиэктазы могут наблюдаться на слизистой также оболочке твердого, мягкого неба, неба, но наиболее выраженной в тех местах кожного покрова, которые подвергаются воздействию солнечных лучей. При этом они образуют целые сосудистые пучки на коже. Синдром Луи-Бар относится к хорошо идентифицируемым первичным иммунодефицитам. Это комбинированная недостаточность клеточного и гуморального звеньев иммунитета. Мутации гена ЭТМ приводят к частым поломкам хромосом в лимфоцитах, инверсиям, транслокациям, о которых мы сейчас докладывали. Они также затрагивают эти поломки участки генов Т-клеточных рецепторов и комплексы генов иммуноглобулинов, в связи с чем нарушается резистентность к вирусным и бактериальным инфекциям. Иммунные нарушения характеризуются рецидивирующими синопульмональными инфекциями, бронхитами, пневмониями с развитием бронхоэктазов. Большой процент образования лимфом и лейкозов, он практически составляет 85% в группе пациентов с хромосомной нестабильностью, атаксией телеангиэктазии. В настоящее время выделяют легкие и тяжелые классические фенотипы данного синдрома, также большой процент атипичных проявлений без наличия глазных телеангиэктазов, характерных лабораторных маркеров. Установлено, что у пациентов с атипичным фенотипом экспрессия ATM и остаточная активность белка выше по сравнению с классической. Данные варианты атаксии имеют наиболее благоприятное течение. В Корее недавно было проведено обследование, которое показало редкие варианты атаксии, мутации гена ATM с компаут-гетерозиготными вариантами. Надо сказать, что данные варианты имеют наиболее благоприятное течение. При них даже могут отсутствовать лабораторные маркеры иммунодефицита. Это заболевание дебютирует достаточно в поздном возрасте, в отличие от нашего пациента, и характеризуется более медленным прогрессированием. Как и при других наследственных заболеваниях, при синдроме атаксии телеангиэктазии Луибар выявляются корреляции генотип-фенотипические. Самым мягким вариантом фенотипа является миссенс-мутации. Это приводит к экспрессии некоторого остаточного белка ATM с киназной активностью. Реже выявляются короткие делеции, которые не нарушают рамку считывания. Но надо сказать, что мутации с тяжелыми сайтами сплайсинга, которые сдвигают рамку считывания, они уже ассоциированы с тяжелыми вариантами, классическими фенотипами синдрома Луибар, при которых выживаемость составляет до 20-летнего возраста. При исследовании пациентов синдрома Луибар, несмотря на такую гетерогенность, был отмечен выраженный эффект основателя, то есть происхождение мутации от общего предка. У большинства пациентов, славян, патогенный аллель был представлен тремя рецидивирующими мутациями, которые приводили к сдвигу рамки считывания. Это достаточно большие дилеции. Для патогенных вариантов, как я уже сказала, выделяют два основных принципа мутации, то есть те мутации, которые приводят к усеченным формам соответствующего белка, и мутации, которые имитируют ацетилирование этого белка. Диагностические критерии. Клинический диагноз Луибар можно рассматривать у детей обоих полов, имеющих следующие характеристики. Ведущими являются в постановке диагноза прогрессирующая атаксия, телеангиэктазия, иммунные нарушения. Более чем у 95% выявляется повышенный уровень альфа-фетопротеина, что является важным диагностическим маркером. Безусловно, наличие хромосомной нестабильности позволяет задуматься об этом диагнозе. Также очень важно проанализировать семейный анамнез, нет ли в семье рано умерших, рано возникших случаев онкологических заболеваний. Что касается нарастающей дистрофии и неоплазии, они также должны насторожить врача в диагностике этого заболевания. Нейровизуализирующие методы, безусловно, широко используются в диагностике. Здесь продемонстрированы варианты прогрессирующей атрофии полушарий и червя-можечка. Идет компенсаторное увеличение четвертого желудочка. Вот таким образом прогрессирует заболевание с годами. То есть на втором десятилетии уже происходит патоморфологические потери клеток Пуркинье и тем самым тяжелая мозжечковая недостаточность. Диагностический ряд при данном заболевании требует исключения широкого спектра групп заболеваний, особенно из групп атаксии и иммунодефицитных заболеваний. Схожая симптоматика наблюдается при наиболее частом варианте болезни Фритриха. Это тоже атаксический вариант, но для болезни Фритриха характерны скелетные деформации, патогномоничные деформации стопы и кисти, выявляются проявлениями миокардиодистрофии. Однако отсутствие иммунодефицита позволяет исключить это заболевание. Существуют такие редкие аутосомно-рецессивные заболевания, к которым относится атаксия, окуломоторная апроксия, особенно второго типа, связанная с мутацией гена CTX. Она проявляется достаточно похожими синдромами, и практически ее очень трудно дифференцировать ввиду наличия повышенного уровня альфа-фетопротеина в крови этих больных, патогномоничного маркера для пациентов с синдромом Луибар. Также присутствует апроксия, однако отсутствие иммунодефицита и телеангиэктазии позволяет установить диагноз. Надо сказать, что вообще мягкие атипичные формы вариантов атаксии и телеангиэктазии требуют достаточно длительного дифференциально-диагностического поиска у этих пациентов, и в ряде случаев не обойтись без генетической диагностики. Атаксия Пьера-Мария, конечно, тоже проявляется нарушением походки, глазодвигательными нарушениями, однако она очень поздно дебютирует, старше 20 лет, и при этом отсутствует иммунодефицит. Наибольшую схожесть среди групп иммунодефицитов также имеет синдром Нимиген. Это редкое аутосомно-рецессивное заболевание. Скажу только, что патогенетически достаточно похоже, тоже обусловлено хромосомной нестабильностью, однако характерные фенотипические проявления позволяют отличить это заболевание. Заболевание проявляется выраженной задержкой роста, и характерна для него микроцефалия, которая выявляется уже сразу после рождения ребенка. И последний диагноз, который я бы отнесла в дифференциально-диагностический ряд, синдром Алуибар, это синдром Блуна, который тоже относится к группе заболеваний с хромосомной нестабильностью. Для него характерны телеангиектазы, почему необходимо дифференцировку проводить. Однако телеангиектазы при синдроме Блума больше напоминают некую ритему в форме бабочки на лице. Тоже присутствуют дефекты иммунитета в ряде случаев. Пациенты часто болеют. У них отмечена высокая гиперчувствительность кожи к ультрафиолету. Однако отсутствие главного критерия повышения уровня альфа-фетопротеина позволяет также отвергнуть этот диагноз. Наблюдение за пациентами с синдромом Луибар требует привлечения специалистов разного профиля. Методов, замедляющих нейродегенерацию, в настоящее время, к сожалению, нет. Основная медикаментозная терапия сводится к пожизненной заместительной терапии внутривенными иммуноглобулинами в дозе 0,6-0,8 граммов на килограмм массы тела. Доза и кратность, они должны быть строго индивидуализированы в соответствии с клиникой и наличием иммунограммы пациента. Также, как правило, проводится постсиндромная антимикробная терапия. Подчеркну, что у этих пациентов длительность терапии должна превышать больше двух недель в ряде случаев. Это их особенность. Применяются профилактические схемы лечения, применяется противогребковая терапия, целый арсенал групп заболеваний. Дозы препаратов в соответствии с рекомендацией. Химиотерапия при возникновении лимфопрогреперативных заболеваний. Но здесь только скажу, что в настоящее время уходят от... В основном используют редуцированные, неполноценные схемы химиотерапии у этих пациентов ввиду выраженной токсичности. И стараются использовать другие варианты при различных лимфомах. Используется таргетная терапия, ингибиторы киназ, моноклональные антитела и так далее. Витальный прогноз при заболевании, к сожалению, неблагоприятный. Средняя продолжительность жизни при тяжелой классической форме атаксии составляет 20 лет. Наиболее часто летальный исход наступает вследствие тяжелой легочной патологии и возникновения злокачественных образований. Спасибо за внимание. Марина Петровна, очень короткое выступление, потому что возникает естественный вопрос. А при чем же здесь радиация? Отдел докладывает, основной отдел это отдел радиационной экопатологии детского возраста. Очень короткая информация. Выступит Алла Евгеньевна Сипягина, главный научный сотрудник нашего отдела. Пожалуйста, Алла Евгеньевна. Да, так вот, возникает вопрос. Синдром Луи-Бар доказывался неоднократно в нашей аудитории и врачами-неврологами, и врачами-генетиками. То есть, в принципе, в нашей аудитории этот синдром неплохо известен. Но мы давайте не будем забывать, что вся семья ребенка проживает в радиационно загрязненном регионе. И родители ребенка, и сам ребенок проживают в этой территории. Притом, территория достаточно загрязненная. То есть, это наиболее загрязненные регионы Брянской области. Причем, мать и отец ребенка были облучены во время аварии на Чернобыльской АЭС в детском возрасте, в раннем возрасте. Мать была облучена в возрасте двух лет. Причем, получила высокие уровни, хотя это в диапазоне малых доз, но это уже переход на средние дозы. Она получила 200 сантигрей. То есть, это вторая категория наблюдения детей с полученной высокой дозой радиационного воздействия. Поэтому мне бы хотелось несколько слов для начала сказать о воздействии ионизирующего излучения, чтобы мы понимали, о чем мы ведем речь. Итак, ионизирующее излучение в малых дозах, низкой интенсивности, не приводя к гибели организма, модифицирует клеточно-тканевые процессы. Воздействие на биомембраны приводит к активации свободно-радикальных механизмов, увеличивает количество разрывов ДНК, ускоряет процессы клеточного старения, апоптоза и компенсаторной клеточной пролиферации. Активируются защитные компенсаторно-восстановительные реакции, которые определяются генетическими особенностями, а также глубиной и интенсивностью окислительного стресса. При хроническом воздействии малых доз радиации, независимом и сочетании с другими экзо-эндогенными факторами, риск развития свободно-радикальных и геномных повреждений, конечно, повышается. На этом слайде представлена одна из иллюстраций этого процесса. В частности, это взаимодействие системы перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты. И мы видим, как по сравнению с группой сравнения, высокие значения показателей перекисного окисления липидов в красной столбике, и в то же время два последних столбика снижены показатели антиоксидантной защиты. Для сохранения структурно-функциональной целостности организма после радиационного воздействия определяющую роль играет интегральный функциональный резерв организма, обеспечивающий возможность быстрому и эффективному восстановлению клеточных систем, биосинтеза макромолекул ДНК, РНК и белков, системы энергообеспечения и детоксикации. У пациента заболевания, звенья представлены на слайде, просто мы еще раз показали, потому что мы хотим пройтись по этим всем звеньям, патогенезам. То есть это и геномная нестабильность, нарушение процессовой реполяризации, первичный иммунодефицит, дегенерация структур мозга, активация канцерогеноза, высокая радиочувствительность. И все это протекает в условиях длительного прямого и опосредованного действия радионуклидов на клеточные и тканевые структуры организма, что может изменять течение заболевания. Потому что мы знаем, что радиационное воздействие, оно вызывает не только радиационно индуцированные заболевания, то есть стахастическую патологию или то, что сейчас называется по МКРЗ, стахастические эффекты. Но также мы знаем, что она может менять течение известных заболеваний. Так, одним из основных проявлений ионизирующего излучения является геномная нестабильность, то, что мы видели на предыдущем слайде. Феномен структурно-функционального неподстоянства генетического материала, возникающего в потомках многократно поделившихся клеток, подвергшегося воздействию радиации, проявляющегося разрывами ДНК, аберрациями хромосом, внеплановой экспрессией и супрессией генов, генными и хромосомными мутациями. В условиях длительного действия малых доз радиации к спонтанным повреждениям в матричных производных ДНК добавляются радиационно-индуцированные повреждения, которые могут быть исходным материалом для индукции геномной нестабильности. А по существу синдром Луибар, одно из его проявлений является индукция геномной нестабильности. То есть мало того, что ребенок имеет по своему патогенезу синдрому Луибар геномную нестабильность, он еще и имеет и получает в гораздо большем масштабе в связи с тем, что он проживает в радиационно загрязненном регионе. При действии малых доз происходит клеточное тиражирование как первично индуцированных, так и отсроченных геномных эффектов. Накапливающиеся в клетке свободные радикалы в результате радиолиза воды перекисного окисления липидов оказывают повреждающие действия и на наследственный аппарат, и на мембранные структуры клетки. В наших исследованиях, когда мы смотрели группы детей, проживающих в радиационно загрязненных регионах, их родителей, оказалось достоверно повышен уровень хромосомных аберраций, выявляемых в лимфоцитах периферической крови и у родителей, и у детей, проживающих в регионах радионуклидного загрязнения. Средние частоты аберрантных геномов у этих детей в 1,5-2,8 раза превышают таковые показатели у детей группы сравнения. Выявлено повышение уровня как нестабильных и структурных хромосомных аберраций, парных фрагментов, децентриков, колец, так и особенно отчетливо стабильных хромосомных аберраций, транслокаций и делеций, что мы по существу имеем у нашего ребенка и рассматривая его хромосому-14. Индукция измененного клеточного состояния характеризуется постоянным проградиентным нарастанием спонтанного уровня мутаций или других геномных хромосомных изменений в поколениях и детей, и внуков, рожденных от облученных родителей. В когортах детей, проживающих в условиях длительного действия малых дозрадиаций и подвершихся облучению на различных стадиях онтогенетического развития, выявляются в той или иной степени комбинации различных типов хромосомных аберраций, характерных для индукции геномной нестабильности. В настоящее время считается, по данным МКРЗ, что многолокусные делеции генома составляют доминирующий класс радиационно-индуцированных мутаций, что позволило сформулировать концепцию того, что основные неблагоприятные генетические эффекты у облученного индивидуума принимают форму мультисистемных полигенных аномалий развития. То есть в данном случае мы всегда должны рассматривать комплексно их патологические изменения, их геномы. Нестабильность генома определяется повышением частоты хромосомных генных мутаций, вариабельностью микро- и мини-сателлитных тандемных повторов в соматических клетках потомства, а также обусловлена неэффективностью систем репарации и ошибками репликации ДНК у родителей, подвергшихся воздействию ионизирующей радиации, что и представлено на рисунке слайда. Мы видим, что не только в поколении родителей, но и в поколении у детей индекс репарационной активности ДНК, то есть изменение процессов репарации ДНК, значительно снижен по сравнению с группой сравнения. Так, немного два слова о репарации. Это особая функция клеток, заключающаяся в способности исправлять повреждения и разрывы в молекулах ДНК, возникших в результате воздействия ионизирующего излучения. Установлено снижение репарационной активности как спонтанной, так и особо гаммоиндуцированной, потому что эти лица проживают в радиационно загрязненных регионах, то есть они наиболее чувствительны к гаммовоздействию. В нашем клиническом случае, в связи с дефектом в гене АТМ, в результате воздействия отмечается снижение активности гена ТП53 и белка, соответственно, П53, в связи с чем происходит неконтролируемое накопление нерепарируемых двух нитивых разрывов ДНК, при котором в процессе апоптозы отмечается неспособность эффективного их удаления и обеспечения защиты организма от персистенции поврежденных клеток. Потому что мы знаем, что это не только процессы репарации, но и процессы апоптозы, которые ликвидируют скомпрометированные клетки из организма. Кроме того, в работе Юрия Борисовича Юрова, Светланы Григорьевны Варсановой и Ивана Юрьевича Юрова показано, что культивируемые инвитро-лимфоциты больных с синдромом Луи-Бар имеют высокую частоту спонтанных перестройок, особенно с участием хромосомы 7,14 и X, как мы видели в докладе, рассказывала Оксана Сергеевна, а также высокую частоту хромосомных перестройок после воздействия радиации. То есть воздействие радиации еще более усиливает хромосомные и генные перестройки у организмов. При радиационном воздействии проведено специальное исследование противоопухолевого протеина П53 и его генной сети, которые играют ключевую роль в ответной реакции на радиационные повреждения ДНК, являясь супрессором многих разновидностей опухолей. То есть он провоцирует замедление роста опухоли, активирует апоптоз, то есть является основным координаторным геном. Ген Т53 вовлечен в регуляцию клеточного цикла последствием блокирования клеточной девиации, контролируя сеть генов, которые регулируют эти процессы. Основные функции гена в генной сети ТП53 представлены на слайде, отражая участие гена в процессах репарации ДНК, активации апоптоза, регуляции клеточного цикла, клеточного метаболизма и пролиферации. Таким образом мы видим, насколько важно исследование гена ТП53 и насколько он важен для жителей радиационно загрязненных регионов и подвергшихся радиационному воздействию. Хотелось бы также отметить, что у ребенка, естественно, одним из важнейших компонентов является первичный иммунодефицит, то есть иммунная система защиты. И она является одной из ведущих наиболее при том радиочувствительных систем организма. Имеет место нарушение Т-клеточного звена иммунитета в виде снижения числа клеток с маркерами CD3, CD8, Т-супрессоров и Б-звена клеточного иммунитета. Изменение абсолютного количества CD16 лимфоцитов или дефицит естественных киллеров НК-клетов является общим признаком для всех групп детей, подвергшихся воздействию радиации. Я знаю. Выявленные изменения затрагивают несколько классов Т-лимфоцитов, что свидетельствует о полипатентности, что очень важно и здесь же о полипатентности радиационного воздействия и о генетических нарушениях CD-маркеров. Исследования сырозочных иммуноглобулинов также подтверждают то, что имеется множественное снижение в системе иммунной защиты. Это не только Т-клеточное, Б-клеточное звено, но также система местного иммунитета. К генетическим последствиям действия радиации относят как большие изменения, стахастические изменения, также увеличение у потомства облученных родителей риска канцерогенеза, то есть стахастические эффекты и в то же время тканевые реакции, то есть физиологическую неполноценность потомства. У нашего ребенка имело место также повышение белков показателей активности онкогенеза, альфа-фетопротеина и раково-эмбрионального антигена, что отличает проявление и синдрома Луибар, и лиц, подвержившихся радиационному воздействию. В частности, это являются онкомаркерами лимфопролиферативных заболеваний и маркерами внутриутробного развития опухоли. Повышенная радиочувствительность входит в структуру у Луибар. Я уже заканчиваю. Я уже заканчиваю. Повышенная радиочувствительность входит в структуру синдрома Луибар. При радиационном воздействии около 25% населения имеют повышенный уровень радиационно-чувствительных органов, тканей и структур организма, который определяется созданием наиболее опасной дозы при поступлении радионуклидов вследствие их преимущественного накопления и распределения. Для оценки риска возникновения радиационно-индуцированных заболеваний необходимо учитывать индивидуальную радиочувствительность, которая определяется в организме равновесием или дисбалансом процессов пероксидации, протеолиза, мутагенеза или защитных и компенсаторно-восстановительных процессов системы защиты. Так установлено, что дети в 2-3 раза более чувствительны, чем взрослые, и риск возникновения стахастических радиационно-индуцированных эффектов у них выше, чем у взрослых. Более сложно обстоит вопрос с доказательством значения радиационного фактора в формировании тканевых реакций хронических соматических заболеваний. Так, в заключении, в нашем случае у ребенка, рожденного от родителей, облученного в детском возрасте, особо высока доза у матери. С последующим длительным накоплением родителями дозы перед зачатием в течение 17 лет, то есть они получали и получали все, подпитывали свои дозы радиационного воздействия. Значение радиации в формировании заболеваний у ребенка имеет определенную усугубляющую течение роль, так как патогенез не только представлен за счет характерных проявлений аутоиммуно-рецессивного, подчеркну, аутоиммуно-рецессивного синдрома Луибар, потому что мы обычно говорили об аутосомно-доминантных синдромах. Так вот, синдром Луибар, включающего практически полное блокирование функциональной активности белка П53 и гена ТП53, но и представленный возможный аддитивный эффект радиационного воздействия по всем патогенетическим звеньям заболеваниям. Пожалуйста, у кого мы закончили демонстрацию, немножко затянув ее, но возникли ли вопросы у аудитории, сомнения в правильности нашей трактовки данного случая? Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо большое. Потрясающие вообще конференции, потрясающее представление. Спасибо вам огромное. Если позволите, уточните, пожалуйста. Насколько я понял, когда говорили о хромосоме, представляя мутации, говорили о 11-й хромосоме, у вашего пациента правильно мы поняли, что речь шла о 14-й хромосоме. Вот как вы трактуете эти изменения? Это получается изменение, которое касается и 11-й, и 14-й хромосомий у него? С местом нужный микрофон. Смотрите, в 11-й хромосоме речь идет о конкретном повреждении одного гена, а в нашем случае этот ген участвует в определенных процессах, и в нашем случае речь идет не в том, что мы представляли на цито-генетике, это видимая в микроскоп хромосомная перестройка. Я понял. То есть у этого пациента есть и те повреждения, и эти повреждения? Да, комплекс повреждений. То есть в условиях патологии гена есть еще хромосомная нестабильность, которая касается 14-й хромосомов. Правильно я понимаю? Да. Скажите, пожалуйста, в продолжение этого, у нас все-таки все пациенты с синдромом Луи-Бар имеют хромосомную нестабильность или нет? Или это особенность? Это характерный признак именно этого синдрома. Так что все. Да, не всегда они имеют конкретные хромосомные аномалии, вот как у нашего пациента, которые можно вычленить, так скажем. Но в принципе все. Спасибо большое. А могу я еще задать? Пожалуйста. Пожалуйста. Насколько я понял, этот ген, он экспрессируется в том числе наиболее часто в тканях щитовидной железы. И вот здесь, говоря о неких закономерностях, видите, у родителей диагностировано узловое поражение щитовидной железы, насколько я понял, узловой зоб, или это у родителей пробанда? У родителей, пожалуйста. Если, была ли патология, териоидная патология у этого ребенка? Если да, то какая? Проводились ли исследования самой структуры щитовидной железы? Нет. Я поняла, да, Дмитрий Анатольевич, спасибо за вопрос. Эутериоз. Дело в том, что ген ATM, расположенный в 11-й хромосоме, мутация которого вызывает это заболевание, синдром Луибар, он картируется, да, он экспрессируется во многих тканях и органах организма, в том числе в тканях щитовидной железы. У нашего пациента был исследован гормональный профиль щитовидной железы, он был в норме, эутериоз. Отягощенная наследственность, еще ее стоит рассматривать с точки зрения проживания в радиационной территории. То есть родители получили высокую поглощенную дозу. Как вы помните, я показывала, что у матери доза поглощенная на щитовидную железу составила 200 сантигрей. Соответственно, это может. Плюс эндемичная территория Брянской области по йододефициту, она тоже формирует узловые образования. Поэтому у нашего пациента не было реализовано... Я не увидел, спасибо большое, но я не увидел, проводили ли вы ультразвуковое исследование железы, не было ли неоднородности паренхима. Не было неоднородности, да. Дело все в том, уважаемые коллеги, что речь идет, насколько я понял, идет в том числе к словности к лимфопролиферации. И здесь можно было как раз ожидать развития лимфоматозного тироидита, именно у этого пациента, потому что мы бы имели сложение предикторов узла образования щитовидной железы, как у родителей в ситуации эндемии, и в то же время ее склонности к лимфопролиферативным заболеваниям. В данном случае, извините, пожалуйста, в данном случае это не имело места, потому что ребенок не родился в момент аварии, когда действовал радиоактивный йод. Он родился в 2003 году. В это время йода уже не было, и здесь может иметь место передача трансрегенерационно через мать ребенку, но у него при обследовании в институте, в РДКБ, в отделе иммунологии, были какие-то указания на лимфому, но не диагностированную, не доведенную до конца диагностику. Это было уже в 2019 году. Это сложный процесс. Может быть, если бы он не перенес коронавирусную инфекцию в конце своей жизни, это очень сильное воздействие, понимаете, которое привело к летальному исходу. Спасибо большое. Уточните, пожалуйста, вот все-таки, почему эти детки не вакцинируются? Потому что, ну, я исхожу из того, что, насколько я знаю, существует уже программа вакцинации детей с первичными иммунодефицитами, и вроде бы сослов их приводящих успешные. А вот здесь какая позиция? Да, это очень интересный вопрос. Спасибо. Проблема вакцинации у детей с синдромом Луи-Бар – это достаточно актуальная тема, дискутабельная. Надо сказать, что сейчас зарегистрирован, имеет место большой регистр, и первичных иммунодефицитов, вот Александр Николаевич не даст соврать, более трехсот, по-моему, в регистре, да, в настоящее время. Это только тех, которые вот известны нам. Что касается вакцинации, пациенты, и конкретно с синдромом Луи-Бар, им рекомендована вакцинация пневмококовой вакцины, ежегодная вакцинация от гриппа. Предварительно нужно исследовать уровень иммуноглобулинов, то есть претрансфузионное лечебное введение внутривенных иммуноглобулинов, и после чего вакцинирование этого пациента. То есть им рекомендовано, несмотря на риски, проведения вакцинации от пневмокока, гемофильной инфекции и ежегодной вакцинации от гриппа. Однако им противопоказаны живые вакцины. Живые категорически. Причем, когда сейчас выйдет у нас на сцену вакцина детка от COVID-19, мы можем теоретически рассматривать этот вопрос. Если можно, завершающий вопрос. Скажите, пожалуйста, существует ли морфологический, патанатомический диагноз синдром Луи-Бар, или у них есть косвенные признаки, которые они для постановки окончательного диагноза соединяют с клиникой и генетикой? Ну, учитывая мультисистемность поражения этого заболевания, вот сложно конкретно сказать, что вот, то есть это заболевание сочетает в себе нейродегенеративные изменения. Как я уже сказала, патологоанатомически будут выявляться дегенерациям жичка, что мы видели по данным нейровизуализирующих методов. Идет, если говорить о гистологическом, то потеря клеток Пуркинье. То есть идет дегенеративные изменения, что и дальше уже выходит полиорганное поражение. То есть у этих пациентов патологоанатомический диагноз будет состоять из тяжеленного заболевания легочной системы. То есть вот такая-то ряда симптомов нейродегенерация, тяжелое заболевание легких, наряду с этим иммунодефицитное состояние, которое как бы патоморфологически, конечно, косвенно диагностируется. Но все-таки патонатом, вот условно говоря, он как формулирует диагноз в таком случае? Нейродегенеративные заболевания, точка с учетом клинических и административных, да? Вопрос, конечно, интересный, я затрудняюсь ответить, потому что в основном, наверное, причины смерти констатируются при этом описании. Я хочу сказать пару слов. Мы работали с пациентами с этим синдромом и обрабатывали постмортальный головной мозг этих пациентов. И там ярко выраженные телеонгектазии мозжечка. Вот я думаю, что это будет основным показать. Ну, причем они больше выражены с большим возрастом пациентов. Спасибо большое. Я пользуюсь случаем, хотел поблагодарить отдел и спросить вот что. А родителям проводили ДНК-диагностику на мутацию? Да, они гетерзигурные носители. То есть и один, и другой. Хорошо. Еще хотел бы добавить по поводу мутации в гене АТМ, который находится в 11 хромосоме. И вот то, что Дмитрий Анатольевич задал вопрос, при чем 14 хромосома. Дело в том, что нестабильность хромосомная проявляется в основном в виде перестроек определенных хромосом. Это 14, 7, X и в разных степенях другие хромосомы тоже как бы перестраиваются. И причем это в основном именно транслокации, причем реципрокные транслокации. И эта нестабильность проявляется именно с участием вот этих хромосом. Наиболее часто не только при синдроме Луибар, но и при синдромах, связанных с нестабильностью других. Например, синдром Неймегина, анемия и фанкони. И еще характерным признаком этого синдрома у них очень плохой клеточный рост. Потому что у нас, как мы видели, повреждены Т-лимфоциты, а мы как раз хромосомные препараты получаем именно из них. И очень часто очень плохой клеточный рост, что тоже может быть косвенным показателем наличия синдрома с хромосомной нестабильностью. Спасибо большое. Извините, буквально два слова в отношении Тимуса. Мы здесь сегодня не затрагивали его роль в патогенезе тидрома Луибар. Потому что это очень сложные вопросы, которые касаются становления Т-иммунной системы. Я думаю, что у нас будет возможность, тем более, что один из первых синдромов, который мы докладывали еще в 1991 году, это был немегинский синдром, найденным случайно Юрием Генчем, описанным совместно с нами. И вообще роль Юрия Генча во всем многообразии тех синдромов, о которых сегодня шла речь. Спасибо. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Извините, пожалуйста, я только можно коротко расставлю акцент в том, что все-таки это вот особенно рецессивное заболевание. И родители были носителями еще до Чернобыльской аварии, родились носителями этого заболевания. И где бы не проживала бы эта семья, все равно бы когда-нибудь это заболевание бы выстрелило. А вот влияние радиации здесь очень важно в связи с тем, что индуцируется хромосомная нестабильность у тех, кто там проживает. Это, может быть, для ординаторов. И в этой связи у меня вопрос, есть ли какая-то доказательная база. Может быть, это к Алексею Дмитриевичу и Оксане Сергеевне вопрос. Этот ребенок конкретный имел более выраженную хромосомную нестабильность, нежели те дети, которых вы в грантовой своей работе наблюдали. Это было бы доказательством. Совершенно верно, Виктория Юрьевна. Он имел большую хромосомную нестабильность в виде вот чего. У него имелся целый клон клеток с транслокацией между двумя 14-ми хромосомами, чего мы никогда при синдроме токсии телонгектазии не встречали. Обычно это единичные клетки с транслокациями между 14-ми хромосомами, там инверсии в этих хромосомах. Но они, как правило, единичные. А здесь мы видим целый клон клеток, который каким-то образом закрепился. И, возможно, это связано именно с проживанием вот на такой территории. Еще у меня маленькое предложение. Для этой семьи, коль скоро она там живет, это имеет огромное значение. У них же косвенная генетическая диагностика была проведена. Может быть, можно вызвать СИПСа и сделать им исследование геномное, чтобы наконец-то найти эту мутацию в гении Тимеевне. Да, но очень мало времени прошло с момента гибели. Он у нас родился вообще, наш ребенок, 7 января 2003 года, а умер в день Чернобыльской катастрофы, 26 апреля 2021 года. Еще прошел короткий период времени, и сейчас сразу вызывает ребенка. Мы это планируем, и планируем очень деликатно работать с родителями. Спасибо. Коллеги, да, пожалуйста, Александр Николаевич. Прежде всего хочу поблагодарить отдел за такую, на самом деле, очень мультидисциплинарную проблему. Этих больных очень много. Мы как-то пытались посмотреть, и в Московском регистре первичных иммунодефицитов, это практически номер один патология. И еще очень важно, как быстро ставится диагноз. Выход этих заболеваний, выход определенных симптомов, он не такой. Первое, второе, третье. Этапность может быть различной, это тоже проблема, и поэтому педиатры должны эту патологию знать, но обычно все-таки первые симптомы неврологические, а вот, допустим, что-то остальное выходит попозже. Что еще важно, важен, конечно, вот тот вопрос, который уже прозвучал насчет вакцинации. У этих больных, на самом деле, у них нет единого профиля нарушений со стороны иммунной системы. И вот как бы, ну вы об этом обратили внимание? То есть так сказать, что у них у всех снижен G, такого нет. Более того, им делаются внутривенные введения иммуноглобулинов вне зависимости от уровня общего ИГГ. И это тоже очень важно, потому что то, что у них страдает, у них страдает специфический ответ. И вот эта проблема, на самом деле, она очень сложна, но прививки им разрешены все. Другое дело, что там есть нюансы, как это делать, но один из нюансов, если мы им перекапали и тут же сделаем прививку, то, понятно, эффекта не будет. Поэтому очень желательно до двух лет делать первые пневмококовые прививки, парочку сделать после двух, соответственно, уже независимый ответ. То есть это вторая как бы ситуация. Очень важно, ну вот здесь, к сожалению, фатальный ребенок, но все равно все мы где-то фатальные, но в этой ситуации нужно было и превентивную терапию делать, и сульфаниламидами. Через день она делается, то есть это абсолютно, и флуканазолом тоже самое, то есть в данной ситуации, то есть это все как бы уже проверенные схемы. И очень важно, чтобы этому ребенку был максимально рано поставлен диагноз. И на самом деле вот к ведению этих детей подключается очень много специалистов. Та проблема, которая у них возникает, допустим, они не могут глотать. Нарушается глотание, он, соответственно, заброс, и вот эти пневмонии многочисленные уже ничем не связаны, которые купировать невозможно, эта проблема есть. Нарушение пищевого поведения у них есть и так далее. То есть на самом деле такого больного необходимо рассматривать сразу же с целого ряда позиций, и это очень значимо. И очень хорошо, что вот именно для педиатров это вот такая актуальнейшая проблема. Спасибо, Александр Николаевич. Александр Николаевич у нас был членом большой группы экспертов, которые как раз участвовали в клинических исследованиях первых по ГАМК-ВИВАКМ у детей. Стационарный этап. Я не знаю, вы в амбулаторном тоже участвуете? Ну, как бы, как специалист я имею об этом немножко ответность, но, как бы, да, конечно. Ну, так или иначе, спасибо, Александр Николаевич. Не повезло ребенку в том, что вот этот ГАМК-ВИВАК еще не была утверждена. Ему же, в общем-то, он шел к 18-летию, он мог бы привиться уже и по-другому. И риски по-любому, в общем, умереть или все-таки жить, конечно, мы бы выбрали, наверное, вакцинацию, если бы она была уже. У меня есть еще один вопрос относительно девочки, который вот задавал уже вопрос о ней Виктория Юрьевна. Девочка является носителем, и у нее, ну, теоретически может быть потомство. Соответственно, это будет ЭКО, это будет консультация, да, то есть будет преконцепционная диагностика с партнером. ЭКО, как вы планируете? Сейчас, на сегодняшний день, девочке 10 лет, и если, как сказала Виктория Юрьевна, мы пригласим этого вот родного СИПСа и исследуем этого гетерозиготного носителя и выявим непосредственно мутацию, конечно, медико-генетическое консультирование с привлечением наших генетиков поможет в этом вопросе. Однозначно им проводится пренатальная диагностика. Если оба родителя, конечно, будут носителем гетерозиготной мутации, как правило, носители являются здоровыми, но ряд носителей гена ATM проявляют высокий процент реализации онкологических заболеваний в первую очередь. Кроме того, у них также выявляются иммунодефицитные проблемы. Вот почему девочка тоже должна комплексно обследоваться, потому что в ряде случаев гетерозиготные носители, то есть они могут проявлять и кожные проблемы, атакси телеангиэктазии. То есть вот эта проблема тоже... Ну, то есть ребенок нуждается в комплексном обследовании до того, как пойдет детородный период. Да, передайте, пожалуйста, микрофон. Я просто хочу сказать, что надо развести эти два вопроса. Одно дело обследование ребенка и его прогнозы личные, а второе – это рождение детей уже у этой девочки. И, конечно, преконцепционная диагностика, и, конечно, наверное, здесь будет ЭКО, я так думаю. Потому что в любом случае вероятности должны быть все рассчитаны. Пожалуйста. И я хочу еще добавить, что даже гетерозиготные носители таких мутаций, связанных с репарацией ДНК, могут иметь хромосомную нестабильность и иметь повышенный риск онкологических заболеваний. Поэтому я бы рекомендовал сделать... Обязательно. И, в принципе, можно сделать кариотипы и родителям на предмет тоже хромосомной нестабильности. А девочке обязательно надо сделать тоже кариотип. Последний был вопрос. Есть ли тест общепринятый на радиочувствительность, на чувствительность к воздействию радиации? Ведь вы говорите о многих очень параметрах, которые говорят о чувствительности повышенной к радиации. Есть ли какое-то... Вы видите, наверное, Япония, которая столкнулась с этим вопросом неоднократно. И я знаю, что Ваш отдел сотрудничает очень тесно. Есть ли такой тест, признанный каким-то стандартом? Признанным стандартом является наличие хромосомных аберраций. И, к сожалению, Япония в этом нам помочь тоже мало чем может, потому что у них таких больших регистров на это нет. К сожалению, получается так, что сейчас, ну, то есть, не к сожалению, не к сожалению, уже как-то они стали больше у нас, на нас смотреть, что вот происходит и что какие тесты. А, конечно, для того, чтобы полностью характеризовать, потому что хромосомные аберрации, естественно, возникают не только при радиационном воздействии, поэтому полный анализ все-таки в таких ситуациях желателен. Хорошо. Алла Евгеньевна, тогда получается, что биохимические маркеры не будут нам давать какой-то комплексный интегральный показатель риска. Мы будем рассчитывать на диагностическую ценность хромосомной нестабильности, которая мало доступна вообще населению. Но хочу обратить внимание аудитории, что в Японии КТ запрещено. У нас сейчас идет ковид. Очень многие люди делают КТ, и не по одному разу, и даже иногда не по два раза. Назначаются очень широко. Я думаю, что последствия радиационной чувствительности к радиационному воздействию еще скажутся у ряда из этих людей, в том числе и в виде онкологических рисков, что известно. Поэтому критерий нужен какой-то проще, чем хромосомная нестабильность. Он нужен просто. Да. Мне бы хотелось сказать, что число рискованных буквально два слова, только закончить, чтобы мыслили. Мне хотелось бы сказать, что на самом деле они КТ использовали очень широко. Несмотря на все, и в 3D формате. То есть у них очень широко шло для диагностических, при том в госпитале Красного Креста, в госпитале для хибакуси. То есть они очень широко использовали. Это сейчас в связи с тем, что да, ковид, поэтому они стали использовать меньше. Но и по поводу того, что мы говорили, как раз все равно это всегда учитывается. И по поводу женщин, которые являются носителями, вот эта девочка, эта мама, к сожалению, вот мы же используем, ну, обычно используется рентгенологическое исследование, маммография используется. Вот и напрочь она запрещена. И маммографию не делают. Вы знаете, что у нас, в нашем институте, у нас с самого начала, после аварии, мы запретили детям проводить рентгеновские и прочие виды исследования, связанные с облучением. Мы издали тогда соответствующий приказ, но, к сожалению, иногда это нарушается. Но тогда нужно обосновывать очень четко показания к данным видам исследований. Вот это не надо забывать. Но я вот предлагаю отделу подумать и, может быть, подать грант, может быть, небольшой грант, может быть, президентский грант, как говорит Дмитрий Анатольевич, на разработку показателя радиочувствительности на основе какой-то более простой биохимической панели. Но во время разработки, конечно, будут принимать участие. Вот хромосомная нестабильность, да, то есть как идеал, как золотой стандарт этой диагностики. Но что-то нужно здесь придумать, оно просто напрашивается и будет сейчас очень востребовано. Ну, если нет, да, тогда хотелось бы всех поблагодарить. Очень интересные доклады, очень интересная дискуссия и важный акцент еще раз на влиянии радиации, на роли генетики в диагностике, на роли мультидисциплинарного подхода, как сказал Александр Николаевич, и важности такого интегрального, очень высокопрофессионального диагностического процесса, который был организован вашим отделом. И то, как вы это преподнесли сегодня. Владимира Степановна, мы вас поздравляем с очень хорошей демонстрацией. Пожалуйста. Спасибо большое. Я хотел тоже поблагодарить вас, уважаемый Владимир Степанович, ваших коллег, вашу команду. Все время ловлюсь на мысли, что у меня такое ощущение, что я нахожусь на концерте хорошей классической музыки. Так вот душа поет, так хорошо. Я, если говорить серьезно, без метафор, то, разговаривая с коллегами отдела, мы, естественно, строили планы и говорили о стратегии развития отдела. Я просто глубоко убежден, что для всей страны, и даже для многих стран, вот эта научная работа, вот эта практическая работа, она чрезвычайно важна и не теряет своей актуальности, и она, может быть, даже не должна быть привязана, иметь привязку к чернобыльской катастрофе, а развиваться более широко. Какая-то экопатология вообще детская, как понимание онтогенеза людей, человечества, как такового, поскольку в условиях многому мультифакториального воздействия, мы просто, накопленный вами опыт, он бесценен, и он позволяет открывать новые двери, и типа дороги понимания жизни человечества вообще. Спасибо вам большое. Спасибо за внимание, спасибо аудитории за внимательное отношение к нашему докладу сегодняшнему и представлению данного случая. Спасибо большое. А по всем вопросам приходите к нам. У нас очень богатая информация. Коллеги, всем большое спасибо. Объявлений у нас особенных сегодня нет. Идет плановая работа. Все, работаем. Спасибо. Продолжение следует...